В России, как принято говорить, испокон веков две беды. Но что делать, когда они соединяются воедино? Сегодня поговорим об опасном вождении. Как уберечь себя и своих близких и как правильно отреагировать на такого рода нарушения со стороны нерадивых водителей? Попытаемся узнать у специалистов. Опасное вождение, в первую очередь, это совершение водителям одного или нескольких маневров, следующих друг за другом, связанных с нарушением правил дорожного движения. Что подпадает под такие маневры? Это несоблюдение безопасного бокового интервала между транспортными средствами, это несоблюдение безопасного движения при перестроении транспортным средством, несоблюдение дистанции между транспортными средствами, воспрепятствование совершению обгона. Игра в шашечки, обучающий водитель. Это только несколько ярких примеров того, насколько может быть разнообразна в кавычках жизнь на дорогах. Вот такие моменты, такие методы считаются в России как опасное вождение. У нас данное понятие еще не введено в правила дорожного движения, но так как в России оно появилось совсем недавно, это в мае месяце там были приняты изменения правила и было введено данное опасное вождение. Также у нас в соответствии с гармонизацией, я думаю, в ближайшее время точно так же мы уже примем на наши правила данные понятия. В нашей республике мы наказываем за каждое нарушение по отдельности. Но в России почему и сделали данное понятие отдельное опасное вождение, так как за опасное вождение водители уже наказываются как за грубое нарушение правил дорожного движения. Александр за рулем уже 25 лет, последние 8 из которых работает водителем такси. Говорит, за это время с элементами опасного вождения встречается практически ежедневно. Одни реагируют спокойно и пытаются дать понять, что сожалеют о содеянном, другие ситуацию только накаляют. Думают, что если он за рулем, особенно бывает ситуация, если за хорошей машиной, скажем так, как сейчас говорят, за крутой, он считает себя богом на дороге. Думают, что ему все должны уступить, думают, что он прав, чувствуют, может быть, безнаказанность какую-то. Бывают разные ситуации, где-то в зеркало не успел посмотреть, где-то что-то проглядел, да, проезжаешь, извиняешься, где-то окно открыл, где-то аварийкой извинился. Да люди это понимают, если ты это не специально сделал. Но очень много людей пытаются научить тебя, как правильно ввести машину, подрезают, останавливаются резко. В ситуации у нас, у ребят в такси таких было очень много, даже и в аварию попадали. Александр советует нынешним и будущим лихачам заниматься самовоспитанием. В сети интернет довольно много роликов с примерами того, как водители уступают друг другу, повышая в целом уровень культуры на дороге. Немного улучшилось, потому что люди, очень много людей ездят и в Кишиневе, и в Одессу. Я, допустим, когда пассажиров если везу, бывает разговор, заводится за вождение, говорят, да, в Одессе культурно ведут, в Кишиневе. Я лет 9 назад был в Питере. Меня поразило там, конечно, как люди друг другу уступают дорогу, как можно с четвертой полосы без проблем включить поворот и проехать тебя пропустят. Как должны вести себя автомобилисты, если сталкиваются с опасным вождением со стороны других участников дорожного движения? Ставшие народным правило уступить дорогу никто не отменял. Метод проверенный, по словам опытных водителей, работает до сих пор. Но если и это не спасает, тогда реагировать следует по-иному. В таких ситуациях, если водитель наблюдает, что другой водитель неадекватно себя ведет на дороге, то есть начинает резко перестраиваться и так далее, я думаю, что к таким водителям необходимо опасаться их и выдерживать больше дистанции до них для того, чтобы он каким-либо образом не создал аварийную ситуацию. Если у водителя есть видеозапись на регистраторе, что водитель нарушает правила дорожного движения, соответственно, их можно отправлять на сайт управления ГАИ, либо звонить в дежурную часть и уже, соответственно, писать заявление. И данные водители будут привлекаться к административной ответственности. Будьте внимательнее на дорогах. Ни гвоздя вам, ни жезла.